Абдуллах, сын Умара, он пришел к пророку, сказал о посланник Аллаха, мой отец Умар Повелевает, чтобы я развелся с женой. Умар, он сделал Амру, своему сыну, чтобы он развелся с женой. И, конечно же, Абдуллах Ибн Умар говорит, что он очень сильно любил ее, свою жену. И приходит к пророку, алейхиссалату салям, и говорит, о, я, Расул Аллах, о, посланник Аллах, алейхиссалату салям, отец мой повелевает, чтобы я развелся с женой. Так же у нас бывает. Когда мы хотим что-то не делать, то мы ищем разные пути. Например, приходим к имаму, просим его, чтобы он поговорил с родителями и так далее. И, конечно же, Абдуллах Ибн Умар, из-за его сильной любви к своей жене, он приходит и говорит, я, Расул Аллах, отец повелевает, чтобы я развелся с женой. Тогда пророк, алейхиссалату салям, сказал, если отец Умар повелевает, то талликха, то разводись с женой. Великие мухаддитун, они, уважаемые братья, дали смысл, правильный смысл этому хаддиту пророка, саллаллаху алейхиссалату. То есть, говорится, что жена Абдуллах Ибн Умара, она была нерелигиозной, то есть у нее были проблемы с религией, то есть она была небогобоязненной женщиной. Она не соответствовала быть женой, была недостойной быть женой Абдуллах Ибн Умар. Например, она недостойна быть женой, сына, такого человека, выдающегося человека, про которого сам пророк, алейхиссалату салям, говорил, «Если был бы после меня пророк, то был бы по-любому Абдуллах Ибн Умара». И так далее. И пророк, алейхиссалату салям, повелел Абдуллах Ибн Умару, чтобы он развелся с женой, ибо она была небогобоязненной женой, то есть она была недостойной женой быть женой Абдуллах Ибн Умар. Продолжение следует...